Вспомним то, что Украине сейчас предоставляют огромное количество вооружений, тяжелой техники, танки и не только. Огромное на самом деле количество поддержки, помощи от наших западных партнеров. И, конечно же, Путин сегодня на это отреагировал. И он сказал следующее, что Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется. Все должны это понимать. В очередной раз намекает на ядерное оружие. Ну, конечно, у него это ответ на все сейчас. Последние месяцы, когда он понял, что проявить себя по-другому как-то не вышло хорошо. Ну, с его позиции хорошо. Поэтому у него ответ только один. Это, кстати, делает его еще более позорным. И вот странно, что он это не понимает. Что когда чувак тянется все время только кнопки и говорит, а вот сейчас, а вот руку туда-сюда, значит, двигает. И только этим, значит, и вводит всех в абсолютный ужас. Это, ну, как обезьяна с пистолетом. Ну, то есть выглядит позорно, реально очень позорно он выглядит на сегодняшний день. Интересно, что он это уже перестает. Какие-то, видимо, моменты он ощущает по поводу того, как он воспринимается миром. Какие-то моменты нет. Но плюс, плюс. У него и выхода-то особо нет. У него за душой ничего нет. Он может на фронте или забрасывать телами, или тянутся, значит, подмигивая, что а вот сейчас я кнопочки все время тянутся. Потому что уже мы видим, что вторая так называемая армия в мире никакая, не вторая и даже не десятая. То есть там все украли, ничего не осталось и предложить нечего. И вот эти вот разговоры, я слышала, что он там чего-то там намекал на то, что нам есть что противопоставить и всякая вот эта вот, значит, риторика. Ну, в общем, риторика загнанного, в общем, сейчас уже почти что в угол диктатора, чего, безусловно, отчасти боялся долго Запад, сейчас вроде как перестал. Судя по, скорее всего, принятому решению о том, чтобы помогать Украине в необходимом объеме, в полном, можно сказать, объеме, а не аккуратно, как, в общем-то, долго в этом направлении все-таки принимались решения, боялись вот этого загнанного в угол диктатора. Не надо его бояться. Не надо его бояться, потому что он за счет этого, вот этого страха и вот этим вот шантажом, ну, вот он и продолжит делать нашу жизнь адом, а разобраться с ним надо максимально быстро. Я думаю, что наши западные союзники как раз это и поняли, если посмотреть на последний Рамштайн и на то, что вообще в кратчайшие сроки собираются провести еще один Рамштайн, который будет авиационным. Но вот по поводу того, что он постоянно прибегает к вот этой вот риторике шантажа этой кнопкой, как вы сказали, позорно, и это действительно так. Почему бы просто не промолчать, как это было в ситуации с Херсоном? Там потеряли они Херсон, выгнали оттуда вооруженные силы Украины, российскую армию, бежали. Путин до сих пор вообще абсолютно ничего не сказал по Херсону и как бы никто его за это не наказал. Зачем вот идти к той риторике, которая уже не работает, и Запад уже не смотрит на эти красные линии, которые там чертит себе российский диктатор? Ну, надо помнить, что он работает еще параллельно на внутреннюю аудиторию. А для внутренней аудитории ему уж как-то надо из себя вот этого всемогущего продолжать строить. Потому что долго отстраивалась вот эта основная линия, что Путин – это сила, Путин – это мощь, а мы вместе с ним, мы вместе, вот Россия, Путин, там же вот эти вещи, понятия отождествлялись. То есть Россия – это Путин, Путин – это Россия. Путин мощный, мы мощные, и вот это вся вот абсолютнейшая ересь, безусловно. Но если таким простым пропагандистским языком, вот так это все эти годы последние, и, конечно, особенно последний год, подавалось приблизительно таким образом. И поэтому ему надо продолжать вот этими мышцами работать на внутреннюю аудиторию. А внутреннюю аудиторию, я прошу прощения, ее не тошнит от этих вечных угроз ядерным оружием и по факту проигрышами на фронте? Ну, часть людей не просто не тошнит, а люди в абсолютном ужасе. И поэтому поток оттуда уезжающих продолжается. Люди не хотят вообще не быть частью этого, вообще никак в этом, ни в каком смысле участвовать. А часть какая-то, даже по опросам, просто вторит ему иногда, к сожалению, на улицах. Вот какую-нибудь там бабусю из магазина спросят, и она говорит, да, мы еще всем покажем. Ну, то есть просто там у нее, конечно, уже, может быть, там она не сильно в адеквате находится, так сказать, по жизни. Но вот есть часть населения, которая просто вторит его словам о том, что мы еще всем покажем, мы еще ого-го, значит. Ну, и все сводится, конечно, в основном вот к этой злосчастной кнопке, так называемой. Поэтому пока у него на внутренний рынок это заходит. Как долго еще будет заходить? Ну, будем надеяться, что недолго, так или иначе. Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня заявил, что он не верит в войну между Россией и НАТО. Он сказал, что Путин никогда не нападет на НАТО. Но ведь такое же убеждение было до 24 февраля, что российские ракеты никогда не полетят на Киев, на Львов и на другие города. Да, говорили о наступлении, но говорили, что это все пойдет там в Донецкой области, будет эскалация очередная. Вы исключаете войну России против НАТО? Я думаю, что, как вы правильно сказали, исключать уже вообще ничего нельзя, к большому сожалению. И может быть, что угодно. Все-таки я считаю, что, конечно, риторика, которую транслирует пропаганда о том, что мы уже воюем с НАТО, там, руками Украины, вот это все, что это, ну, понятно, что это для внутреннего пользования. Я думаю, что это, конечно, больше влев все-таки. Ну, для поддержания тонуса, так скажем, граждан, которым еще впереди предстоит мобилизоваться, но не более все-таки того. Но, опять же, вы абсолютно правильно сказали, до 24 февраля немыслимо было представить себе, что будет настоящая война с Украиной. Ну, действительно, любому из нас скажи чуть больше года назад, что вот через месяц там так, ну, в основном, большинство из нас просто сказали, ну, слушай, ты завязывай с веществами, значит, или там что-то еще. Ну, просто действительно невозможно было это охватить сознание. А сейчас мы вот, к сожалению, уже год находимся в этой... И до сих пор сознанием охватить тяжело, но, к сожалению, мы действительно в этой войне сейчас уже находимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok